Мы рады представить вам второе видео из серии в трёх частях для лиц, осуществляющих уход и специалистов при спонсорской поддержке Департамента по делам пожилых людей ДИФТА, города Нью-Йорка. ДИФТА предлагает широкий спектр услуг, а также поддержку в сотрудничестве с территориальными агентствами, специализирующимися в осуществлении ухода и обеспечении благополучия пожилых людей и лиц, осуществляющих уход за ними. В этом видео вы увидите, что пожилые люди и лица, осуществляющие уход за ними, должны знать о законе о медицинском уходе Care Act, как лица, осуществляющие уход, могут сбалансировать свои обязанности и каковы специфические потребности людей нетрадиционной сексуальной ориентации, а также трудностях с определением необходимой помощи лицам, испытывающим ухудшение когнитивных функций. Вы встретитесь с Мэгги и Бонни, супругами за 60, которые воспитывают 14-летнего внука Джоуи, страдающего аутизмом. Привет, Бет. Как дела? Заходи. Спасибо, Бонни. С удовольствием. Как дела у Мэгги и Джоуи сегодня? Привет, Бет. Пока неплохо. Джоуи уехал на специальную экскурсию в Музей искусств Метрополитен. Прекрасно. Я помню, вы говорили о том, что он любит искусство. Да, безусловно. Мы с Мэгги стараемся, чтобы у него были все принадлежности для творчества, чтобы занять его. Джоуи очень талантливый. Тебе стоит увидеть его работы. Звучит отлично. Вы упоминали, что хотели бы поделиться какими-то тревогами. Да, нам становится все сложнее ухаживать за Джоуи. Бонни работает, и это тяжело для нее. Оттого Бонни становится забывчивой. И в последнее время, пока она была в больнице, мне было очень трудно доказывать, что я являюсь ее ближайшей родственницей, чтобы получить какую-либо информацию. Понимаю. Другие члены семьи могли бы вам помочь? Его родители больше не принимают участие в этом. Остальные члены семьи нас избегают, поэтому у нас есть только мы. Я бы хотела помочь вам связаться с Департаментом по делам пожилых людей Дифта, чтобы вы получили больше информации о временном уходе за больными и составили план для Джоуи и Бонни, чтобы вам больше не пришлось беспокоиться. Давайте позвоним 311 и попросим о помощи с уходом. Звучит неплохо. В данном случае Департамент по делам пожилых людей Дифта имеет доступ к территориальным службам, которые могут помочь пожилым людям, которые воспитывают внуков. В стране 2,7 миллиона пенсионеров занимаются воспитанием внуков. Многие из них продолжают работать и пытаются найти баланс между своими обязанностями. Программы типа «Отпуск по уходу за членами семьи» и «Оплачиваемый отпуск по уходу за членами семьи в штате Нью-Йорк» могут предложить отпуск с сохранением рабочего места работникам, которые соответствуют определенным требованиям. Дан, 73 года, был госпитализирован ночью после падения в своем доме. Сегодня его выписывают, и его дочь Ронда и сын Стивен ждут Эллен, медсестру, ответственную за выписку. Стивен, теперь ты сможешь присмотреть за папой? Я волнуюсь о его состоянии. Он все чаще о чем-то забывает. Ты имеешь в виду то, что он забывает, как дойти до своего любимого магазина? Да. Что мы будем делать с папой? Эй, я здесь, детки. Я же не ребенок. Прости, папа. Мы просто переживаем за тебя. Мы не хотим, чтобы ты снова пострадал. Здравствуйте. Готовы ехать домой, Дэн? Мне нужно, чтобы вы прочли и подписали кое-какие бумаги. Ронда, проверь. Мне все равно, что там написано. Дэн, мы бы хотели, чтобы вы сами просмотрели бумаги и сообщили мне о том, что все поняли. Кроме того, вам будет необходимо назначить лицо, которое будет осуществлять уход. Лицо, которое будет осуществлять уход? Я не понимаю, о чем вы. Вам кто-нибудь разъяснял закон о медицинском уходе Care Act? Закон о медицинском уходе Care Act требует, чтобы пациенты назначили лицо, которое будет осуществлять уход и заниматься планированием выписки, а также сможет предоставить пациенту уход на дому. Пациент должен подтвердить в письменном виде, кто будет осуществлять уход, так как указанное лицо будет получать информацию и инструкции по уходу за пациентом на дому. Департамент по делам пожилых людей ДИФТА может предоставить информацию о законе о медицинском уходе Care Act, а также о том, что пациентам и лицам, осуществляющим уход за ними, необходимо знать о данном законе. Папа, зачем ты снова чистишь зубы? Это уже пятый раз за утро. Да? Я не помню. Ронда, с папой что-то не так. Он себя очень странно ведет. Меня это тоже беспокоит. Неужели он теряет рассудок? Я заметила, что он часто капризничает и демонстрирует защитное поведение. Он выбрал меня осуществлять уход, потому что я живу с ним, но я не знаю, что мне делать. Я понимаю. Он такой независимый. Но в нашей семье уже встречались случаи деменции. Так что нам лучше обратиться за помощью. Для него и для тебя. Хорошая идея. Кому нужно позвонить? Я видела рекламу о Департаменте по делам пожилых людей ДИФТа. Они могут оказать помощь как пожилым людям, так и лицам, осуществляющим уход. Надо позвонить по номеру 311 и попросить о поддержке по уходу. Давай сделаем это, как только папа лежит спать после обеда. Наш отдел является центральным офисом по вопросам деменции и ухода за людьми с деменцией. Желающие могут позвонить на нашу круглосуточную горячую линию и получить ответы на вопросы или информацию, узнать об имеющихся ресурсах. У нас также есть социальные работники, которые могут помочь в более тщательном планировании и осуществлении ухода в сложной городской системе, предоставляющей долгосрочный уход. Болезнь Альцгеймера и связанные с ней заболевания являются одними из главных проблем здравоохранения 21 века. По нашим подсчётам, около 6 миллионов американцев страдают от болезни Альцгеймера или связанных с ней расстройств. Согласно расчётам, к 2050 году в Нью-Йорке каждый пятый житель будет либо страдать от данной болезни, либо будет осуществлять уход за тем, кто от неё страдает. Таким образом, данная проблема оказывает огромное влияние на наше общество. Влияние болезни Альцгеймера и других болезней, угнетающих когнитивные способности, является серьёзным как для больных, так и для членов их семей, осуществляющих уход за ними, а также для общества в целом. Большинство людей не знают, что они могут обратиться за помощью, и им не придётся справляться с этим в одиночку. Не имея реального медицинского решения, мы можем лишь обеспечивать системы поддержки, чтобы улучшить качество жизни человека, страдающего от такого заболевания. И, что наиболее важно, предоставить поддержку членам семьи, осуществляющим уход, которые зачастую сражаются с трудностями в одиночку. Напуганные, беспомощные, потерявшие надежду. Но мы знаем не только о том, как ухаживать за больными, но и о том, как помочь лицам, ухаживающими за ними, и можем помочь такой семье справиться с этим, а также обеспечить оптимальный уход за их родственником. Существует множество услуг для семей, ухаживающих за родственниками с болезнью Альцгеймера или связанными с ними заболеваниями. Поэтому мы рекомендуем получить качественную диагностическую оценку. Вы можете начать с посещения своего терапевта. Тем не менее, нам повезло, что в Нью-Йорке есть несколько специализированных центров, и мы рекомендуем их посетить. Вы всегда можете позвонить на нашу горячую линию или в департамент по уходу за пожилыми людьми, чтобы узнать о возможности получения качественной оценки, диагностики и плана ухода. Найдите того, кто сможет обеспечить поддержку. Это может быть партнёр или социальный работник. Вы можете узнать об имеющихся возможностях, позвонив нам или в департамент по уходу за пожилыми людьми. Существуют местные программы, например, социальные и дневные программы для пожилых людей. На мой взгляд, они прекрасны, но их недооценивают. Они помогают людям, страдающим от болезни, снова оказаться в обществе, взаимодействовать, найти место, где их день будет организован, а также где они смогут радоваться жизни. Это также даёт возможность членам семьи немного отдохнуть от важной миссии осуществления ухода. Кроме того, существуют другие программы такого типа Ночное или кратковременное пребывание в доме престарелых или в доме-интернате. Уход за человеком с когнитивным расстройством отличается от ухода за больным с переломом или другим заболеванием, когда есть уверенность в выздоровлении. Здесь важным методом является неизбежность ухудшения и наблюдение за изменениями личности. Это очень грустно и болезненно. И повторюсь, семье очень сложно справиться с чувством беспомощности и безнадёжности. Департамент по делам пожилых людей ДИФТА может предоставить информацию и ресурсы для помощи лицам, осуществляющим уход за больными с деменцией, и профессионалам с помощью программ поддержки и индивидуального планирования долгосрочного ухода. Я стала лицом, осуществляющим уход, намного позже, чем стала осуществлять уход, потому что я не осознавала свою роль. Позднее, в ходе разговоров с людьми, я поняла это определение. Я осуществляла уход за мужем, у которого была деменция, когда ему ещё не поставили точный диагноз, а лишь говорили о небольшом снижении когнитивных функций. Лишь пару недель назад его врач сказал о том, что раньше не мог поставить более точного диагноза. А сейчас он уверен в том, что у него болезнь Паркинсона, а деменция – её неотъемлемая часть. Я думаю, что это хороший ресурс для людей, оказавшихся в подобной ситуации. Я не знала об этих услугах. Но теперь, когда я их нашла, я почувствовала облегчение. Я вижу, что появился намеченный путь действий. И я рада, что я это сделала. Я чувствую невероятное облегчение от того, что я больше не нахожусь в неизвестности. Появился чёткий план, и это радует. В этом видео вы узнали о законе о медицинском уходе Care Act, о трудностях, с которыми сталкиваются лица, осуществляющие уход, и о том, что делать при осуществлении ухода за лицами с деменцией. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok